Таиланд 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 Мотал, я остолбенел. Если на них была одежда, я подумал, что приехали тещины родственники. Мы шутить по этому поводу не рискнули. Где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин и попытался отобрать у тещи корзинку с продуктами. За что и был жестоко наказан. Она засунула его голову под мышку и пошла на удушающий. Бабуин тут же запросил пощады. Где-то на девятом километре мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревом и что-то сживало. Гид сказал, кто не побоится покормить зверюгу колбасой, тот получит шоколад. И достал из бардачка батон вареной колбасы. Через 10 минут Тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенечке. Зверюга, как и положено. Ела колбасу, а Тигр шоколад. На следующий день мы поехали в аквапарк. Мы с женой пошли на горку, пригласили с собой тещу, что оказалось большой ошибкой. Мы с супругой съехали по желову, влетели в трубу и вылетели в бассейн. Сверху послышался звук отъезжающего локомотива. С чудовищной скоростью теща влетела в трубу, но из трубы не вылетела. Она в ней застряла. Сзади неумолимо набиралась вода. И тут прорвало. С хриком, а вот и я! Теща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже. Секунд двадцать теща сидела в абсолютно сухом бассейне, пока вода вместе с людьми и тренажерами не стекла обратно. Аквапарк был закрыт по техническим причинам. На следующий день мы пошли в тайский ресторан. Там подавали морепродукты. Мы заказали омаров. Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе щипцами. Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью. Звук был такой, как будто тот от стиральной машинки полоскал щебель. Хозяин ресторана взял у тещи автограф. Когда подавали черепаховый суп, официант спросил, «Вам черепаху с панциря?» Немец сказал на ломаном русском, «Если с панцирем плачу я!» Теща ответила, «Если платье тонь, черепаху можешь даже не варить!» Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щеки Лидии Сергеевны, ее это не спасло. Нижняя челюсть немца лежала на тарелке. Хозяин ресторана попросил тещу расписаться у него на плече, чтобы потом сделать из этого татуировку. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили две монетки на счастье, чтобы вернуться сюда опять. Теща кинула в океан банку тушенки. И я понял, что теперь мы вернемся в Таиланд. По-любому. Спасибо.